Китайцы вспомнили древние традиции и разрешили однополые свадьбы. Не во всем Китае, конечно, пока только на капиталистическом Тайване, но начало положено. Положено причем на все части света. Это первая азиатская страна, легализовавшая гей-свадьбу. Как так вышло и почему для китайцев новое это всего лишь хорошо забытое старое? Будем разбираться. Ура, товарищи! Эта фраза ни для современного Тайваня, ни даже для большого коммунистического Китая больше не актуальна. Товарищины или туньджи в молодежной среде давно называют людей нетрадиционной сексуальной ориентацией. Радостной датой для сотен тысяч тайваньских товарищей стало 17 мая. Именно тогда местный парламент принял закон о легализации гей-браков. Принял причем самый либеральный вариант. Таким семьям можно усыновлять детей. Правда, только если ребенок имеет отношение к одному из супругов. Что интересно, формальная воля народа была нарушена. Ведь как все было? В 17-м году однополые браки разрешил Конституционный суд и постановил утвердить все за два года. Через год одна довольно консервативная группа предложила парламенту страны поставить вопрос на референдум и собрала 600 тысяч подписей. В итоге в ноябре 2018-го тайваньцы отвечали на два вопроса. Первый. Согласны ли вы, что гражданский кодекс должен защищать право однополых пар на брак? Второй. Согласны ли вы, что гендерно-нейтральное образование должно быть включено в программу на всех уровнях образования и включать курсы по эмоциям, сексу, геям и лесбиянкам? Ответ был однозначным. Нет. Так заявили примерно 65% избирателей. Власти, однако, сказали, что решение Конституционного суда вступит в силу в любом случае. Для однополых отношений не стали использовать положение Гражданского кодекса, а просто приняли отдельный закон. Разрешение на браки вступило в силу 24 мая. На улицах и площадях Тайбэя прошли грандиозные празднества. Сотни пар одновременно зарегистрировали свои отношения. Впрочем, правозащитники считают, что борьба пока не окончена. Во-первых, ограничено право на усыновление. А во-вторых, жениться могут только тайваньцы, а не иностранцы. К тому же в стране в следующем году выборы, и если на них победят консерваторы, все завоевания могут пойти прахом. Интересно, что на закон Тайваня отреагировали и на материковом Китае. Напомню, коммунисты считают остров своим, хотя де-факто его не я контролирую. Газета «Жэньминь Джибао» — рубр компартии — опубликовала в Твиттере поздравительный пост и разместила картинку с радужными фигурками и подписью «Любовь — это любовь». Министерство иностранных дел островного государства, правда, отреагировало очень уж резко. Сказало, что не имеет ничего общего с авторитарным Китаем, и вообще «Жэньминь Джибао» — коммуниатский мозгопромыватель. И это отстой. В Китае вообще примечательная история с гомосексуальностью. Политики никак не могут договориться, как к ней относиться. Вот, например, крупнейшее объединение интернет-индустрии запретило публикацию любых материалов об однополой любви. Скажем, фильм о солисте группы Queen Фредди Меркьюри вышел в китайский прокат без сцен поцелуев. I like you. Но тут сложно сказать, что в дело вмешалась полиция гетеросексуальных нравов. Игра престолов и 50 оттенков серого в стране тоже вышли в слегка сокращенном формате. К тому же крупнейшая микроблогерская платформа страны — Weibo, китайский Twitter, открыто заявила, что бороться с гомосексуальным контентом не будет. Вполне вероятно, что корни такого отношения лежат в тысячелетней китайской истории, для которой гомосексуальная любовь никогда не была чем-то непонятным и запретным. Более того, до начала 20 века китайские мужчины были по сути бисексуальны. Влечение к более образованным, чем женщинам, мужчинам считалось не отклонением, а скорее пристрастием, предпочтением. Дополненная романтикой и интимными отношениями дружба поэтично именовалась мужским ветром. Было даже понятие «мужской цвет», физическая привлекательность мужчины, манера одеваться, умение делать макияж и примерять на себя женственный образ, флиртовать. В традиционной китайской литературе тоже хватало соответствующих сюжетов. Например, широко распространен термин «отрезанные рукава». По легенде, император Айди, правивший на рубеже эпох, заснул со своим фаворитом Дунсянем на кровати, и тот во сне лег на рукава его одеяния. Император, проснувшись, решил не тревожить любимого и отрезал рукава от платья. Другое литературное название «страсть надкушенного персика». Предание гласит, что фаворит одного из правителей давал своему патрону в знак верности «да есть особенно вкусные персики». Богатые женатые мужчины или неженатые ученые часто заводили себе любовников, обычно возрастом от 9 до 25 лет. В других случаях они покровительствовали мальчикам-проституткам. Китайские философы, будучи представителями прагматичного мыслящей нации, писали, что юношам лучше торговать телом и быть фаворитами взрослых вельмож, нежели прозябать в нищете. Мальчиков могли именовать названный младший брат, зайчик, ну или просто мальчик-проститутка. Для многих выходцев из бедной семьи проституция была реальным шансом обеспечить себе стабильное будущее. Покровители обеспечивали своим любовникам достаток, помогали занять хорошую должность и даже иногда найти жену. При этом женщины, кстати, в огромных гаремах вельмож не отставали от мужчин. Гомосексуальные связи среди наложниц тоже не были редкостью. Лесбиянок называли «сестрицами золотой орхидеи» или «полировщицами бронзовых зеркал». В общем, для кого-то легализация гей-браков — это громкая поступь либерализма по всему миру и разгул порока. Но для многих народов, в том числе китайцев, это лишь возврат к незабытым традициям древности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok